Благодаря высшим силам, а если быть точнее администрации нашего города, в Благовещенске наконец-то появился крытый каток. А это значит, что спорт стал более доступным. Первый и долгожданный каток крытого типа открылся прошлой осенью. Сказать, что этого события ждал весь город, значит ничего не сказать. Каток, к сожалению, не работает для желающих покататься на коньках. Главная его цель – развитие хоккейных секций, которых, кстати, немало. Просто есть подразделение, так называемая группа спортивно-оздоровительного направления, есть группа начальной подготовки, есть группа учебно-тренировочная и есть группа спортивного совершенствования. То есть дети сначала, когда первый год, второй год приходят, они попадают в группы спортивно-оздоровительного разного возраста, но в спортивно-оздоровительный. Маленькие хоккеисты сдают определенные нормативы, чтобы перейти в следующий спортивный этап. В эти нормативы входят экзамены по физической, технической и тактической подготовке. И самое главное, что теперь все это происходит круглый год. Хоккей был в Благовещенске 4 месяца в году. То есть лед заливали, числа 15 ноября заливали, но 15 марта он уже таял. То есть декабрь, ревнай, февраль, март все, да нет. Сейчас с водом этого катка мы можем заниматься круглый год. И летом, и зимой. Поэтому и набор детей мы можем вести круглый год. Крытый каток первый в Благовещенске, но не в Амурской области. Поэтому опыт перенимали у других городов. Взяли самое лучшее. Дополнили самыми современными технологиями. Постоянная правильная температура поддерживается здесь благодаря системе климат-контроль. Которая, кстати, изготовлена сразу в трех странах. Германии, Италии и Финляндии. Вся стоимость катка 110 миллионов. Из них 50, половина, ровно половина, 55 миллионов. Это стоимость оборудования. Кататься и играть на таком катке одно удовольствие. Температура внутри крытого катка постоянно. Около 12 градусов тепла. Заниматься хоккеем на территории крытого катка полезно еще и потому, что воздух здесь приравнен горному. Ну, думаю, не нужно объяснять, почему это важно. Плюс ко всему, за льдом ухаживают. Готовят к тренировкам. Выполняют все обязательные нормы по содержанию. Тренерский состав и начинающие спортсмены это ценят. И строят планы на будущее. Ну, хотя бы не холодно, как было на борьбеснике и на юности. Ну, не так холодно, во-первых. А по-вторых? И искусственным летом заниматься можно. А на улице растает. А почему тебе нравится хоккей? Ну, потому что тут надо двигаться на коньках. Все весело, ребят, команда. Я три года занимаюсь. Хочу попасть в КХЛ. Хоккей, хоть и требует немалых финансовых вложений в экипировку, был, есть и будет одним из самых популярных направлений среди зимних видов спорта. А раз теперь заниматься и можно круглый год, то популярность его будет только расти. И ты, благовеченец, можешь прямо сейчас записать свое чадо в эту секцию. Первая в нашем городе. Крытая площадка с искусственным льдом находится в центре города, возле стадиона «Спартак». О том, что спорт стал гораздо доступней и ближе, рассказывала Дарья, дежурная по рубрике.